Привет друзья, с вами передача Витамин и мои ее ведущие Соня и Тимофей. Сегодня в выпуске вы увидите, какие шедевры создает участница рубрики Клондей к увлечению. Узнайте, что такое спидкубинг и как научиться плавать с нуля. Все это в нашей программе смотрите далее. Соня, ты рисовать умеешь? Я, конечно, могу нарисовать какой-нибудь шедевр фломастерами, но это так, не серьезное увлечение. А ты? У меня это не очень хорошо получается. Вот хотел бы научиться писать картины акриловыми красками. А вот наша следующая героиня, участница рубрики Клондей к увлечению, пишет свои картины красками. И у нее это очень хорошо получается. Всем привет! Меня зовут Кристина, мне 9 лет. Я уже около двух лет хожу на рисование. Первый раз мы пошли на рисование 1 апреля. Мои первые работы были птицы. Потом мы решили заниматься индивидуальным мастер-классом. Там мы изучали технику, технику красок. Сначала я рисовала гуашью, потом я перешла на масляные краски. А сейчас мне больше всего нравятся акварельные краски. Акварельными красками рисовать тяжелее всего, потому что ты не сможешь переписать то, что ты уже написал плохо. Мой любимый художник Айвазовский. Моя его самая любимая картина – «Лунная дорожка». Она красивая. И еще потому что с какой стороны ни смотри, «Лунная дорожка» смотрит только на тебя. Нашей юной художнице Кристине всего 9 лет. И несмотря на свой такой юный возраст, она уже очень многого достигла в своей жизни. Она демонстрирует определенные интересные художественные способности. И свой утонченный такой вкус, внутренний мир раскрывает на своих работах. И уже начала не только работать в гуашевой технике, но уже попробовала себя и в масле на холсте. И сейчас мы приступили к новой технике. Это акварель. Она настолько ее увлекла, что она пытается сейчас передать эти тонкие-тонкие такие моменты. Вот саму игру красок, как краска растекается на бумаге. То есть она вот такие вот моменты очень улавливает, поскольку душа у нее очень чистая. Кристина, начинаем все работать сверху вниз и набираем более контрастный цвет. И продвигаемся потихонечку на каждый листик. Сначала мы его заливаем, а потом в уголочек уже более контрастным цветом. На этот момент моя цель – научиться рисовать портреты. Я надеюсь, что в будущем она нас еще убудет. Тимофей, ты хорошо плаваешь? Вполне. Я обожаю, когда наступает лето и есть возможность чаще ездить на море. А ты? Я тоже хорошо плаваю. Правда, боюсь глубины. Соня, а ты записывайся на тренировки по плаванию. И тогда ты сможешь себя чувствовать так же комфортно в воде, как и наш следующий участник рубрики «Спор детки». Внимание на экран. Всем привет! Меня зовут Глеб. Мне 7 лет. Я профессионально занимаюсь плаванием уже 2 года. Я люблю просто плавать. Мне нравится вода. Я плаваю с очками, чтобы вода в глаза не затекала. Я занимаюсь королем, брасом, баттерсяем. Мне всем нравится. Плавание – вид спорта, который развивает все группы мышц. Его часто рекомендуют врачи для детей с заболеваниями осанки. Он хорошо укрепляет иммунитет. Спорт весь построен на скоростной и силовой выносливости. Он хорошо поднимает скоростную и силовую выносливость непосредственно. Силу, дыхание, у детей увеличивается объем легких. Одни плюсы, минусов нет. Тут интересно. Я люблю плавать. Тут все мои друзья, и мне с ними хорошо. Полезно для человека тем, что она укрепляется группой мышц, особенно плечевого пояса. Делает хорошее здоровье. И я из-за того, что хожу, почти никогда не болею. Тренировка для новичков начинается ощущение себя в воде, обучение, задержки, дыхание. Потому что такая среда, как вода, для человека является несвойственной. Он занимается плаванием уже два года. За это время он участвовал уже в четырех соревнованиях. Уровня первенства школы и пока первенства города. Но он еще молодой, у него все впереди. За это время он уже выполнил третий юношеский разряд. Это первая ступенька его в профессиональном спорте. Не умел плавать, страшно боялся, не отходил от лестницы. Но теперь, как вы видите, все наоборот. Как Глебе, я могу сказать, как спортсмене, он такой достаточно серьезный ребенок для своего возраста. Может, поэтому он добился уже в своем возрасте таких успехов в нашем медиспорте. Соня, ты умеешь собирать кубик Рубика? Это так сложно. Правда, помню, мне как-то удалось сделать это один раз. Ну да, эта задачка не из простых. Но чтобы собирать различные головоломки, необязательно быть одаренным человеком. А каким надо быть? Нужно иметь желание научиться и проявить немного терпения. Наша коллега недавно попробовала собрать пару головоломок и готова нам рассказать, сложно ли это было. Всем привет! Сегодня мы познакомимся с разными видами головоломок. И я сама попробую собрать кубик Рубика на время. А получится у меня это или нет, вы узнаете чуть позже. А какие мероприятия по спидкубингу проводятся в Крыму? За прошлый год мы провели два турнира по спидкубингу. Последний проходил зимой. У нас победителем стала Даша. Сейчас Даша активно готовится к турниру, который будет проходить в Москве. Организатор CCC Open. Это международный турнир, который соберет самых скоростных спидкуберов из десяти стран мира. Здравствуйте, меня зовут Даша. И я бы хотела узнать, какие существуют головоломки. Здравствуйте, Даша. Меня зовут Андрей. Все головоломки, которые существуют перед вами, еще существует даже больше. Начинается все с кубика 3х3. Изобретен он в 1974 году. Эрнеорубиком. В последствии были сделаны множество модификаций вот этого кубика. Они сейчас вот здесь. Можно заниматься скоростной сборкой кубика 3х3. Это основная дисциплина на любых соревнованиях. Для чего нужно учиться собирать головоломки? Спидкубинг помогает развивать много что. Пространственное мышление. Когда мы собираем кубик слепую, это воображение. Если мы его просто собираем, это мелкая моторика, очень сильно развивается. Работа обеих полушарий, потому что что-то можно в кубике делать правой рукой, а что-то можно левой рукой делать. Когда это... Когда вы... Если вы правша, и вы начинаете работать в кубике левой рукой... Очень уж хочется научиться собирать кубик Рубика. Поможете мне? Помогу. В кубике есть 3 типа элементов. Это центр. Центр находится в середине каждой стороны. Если мы кубик разберем, в разобранном состоянии центр показывает, какого цвета эта сторона должна быть. То есть, если... Вот этот центр красный, значит, здесь мы должны будем с тобой собрать красную сторону. Если белый, то белый и так далее. Центры в кубике не перемещаются. То есть, они зафиксированы в крестовине, а на самом деле вокруг перемещаются только углы и ребрышки. Вот это и мешается в кубике. То есть, уже проще. Центр у нас стоит на своих местах, осталось только углы с ребрами расставить на свои места. Спиткубинг начинается с крестика. Крестик выглядит вот так. Так, крестик это центр, который и так у тебя уже стоит сверху. И четыре ребрышка. Ну, поехали. Вы правда думаете, что это я собирала? Нет. Научиться за один час собирать кубик Рубика – это невозможно. А за какое время можно научиться собирать кубик? Кубик можно научиться собирать где-то за 3-4 занятия и больше. То есть, 3-4 занятия – это где-то 3-4 часа. А с какого возраста можно начинать заниматься спиткубингом? Можно начинать заниматься лет с 4-5, если на первом занятии понятно, что ребенок с этим справится. И верхняя планка по возрасту не ограничена. Быстрая сборка головоломок – задачка не из легких. И моя цель – все-таки научиться собирать кубик Рубика. Поэтому я к вам еще вернусь. Хорошо. Будем тебя ждать. Обязательно научу тебя собирать кубик быстро и на время. А с вами была Даша. Пока-пока. Друзья, передача подошла к концу. Ну а мы уже увидимся ровно через неделю. И подготовим для вас новую порцию полезной и интересной информации. Ну а с вами были Тимофей, Соня и передача «Витамин». Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!